До торжественного открытия катка театральной остаются считанные часы. Проверить лед на прочность запускают первых посетителей. Юные хоккеисты из ФОКа «Новатор» выносят свой вердикт. У меня тут друзья. Лед просто супер. Катаемся. Тут почти все из нашего «Новатора». Очень классно. Сцена большая. Музыка звучит, фонари есть. Многие пришли на лед с семьями, для которых посещение театрального катка стало ежегодной традицией. Для многодетной мамы Татьяны Хусаиновой открытие нового сезона – событие долгожданное. Теперь не надо думать, как развлекать четверых детей. Это просто восторг. Это просто здорово. Это вообще просто потрясающе, что в химках можно не только, скажем, жить, но и отдыхать. И причем отдыхать активно. Я хочу тут научиться кататься и потом играть в хоккей. А вот химчанка Ольга Эйсмант с сыном здесь впервые. У нас дебют сегодня, связанный с тем, что сын начал заниматься хоккеем и, в общем-то, всю семью к этому приурочил. Теперь мы будем постоянными посетителями. Не только, да, три тренировки в неделе, а еще и здесь будем ходить. Оценить театральный каток и узнать мнение горожан приехал глава химок Дмитрий Волошин. Привет, как дела? Хорошо. Нормально все? Все. Мы вообще хотели поблагодарить вас, конечно, за то, что у нас такое есть. Это вот прям абсолютно от души. В пятый год работы театрального катка здесь стало еще просторнее. Увеличили площадь павильона для переобувания и проката коньков. Здесь же сделали уютную фотозону и место для отдыха. Центральная часть катка теперь без ограждений. У отдыхающих стало больше пространства. Держи. Спасибо. Спасибо вам. А елка какая потрясающая. Приезжаем. Нравится. Я рад, что вам нравится. Спасибо огромное. На катке, как и в прошлые годы, начинающие фигуристы могут воспользоваться услугами инструкторов. А вблизи павильона работают фудтраки. В этом году театральный каток отмечает свой маленький юбилей. Традиционно мы уже пятый год открываем наш центральный театральный каток, который был открыт по инициативе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Каток собирает в сезон более 100 тысяч человек проходит. И важно, что мы сохранили бесплатный вход. Все пять лет и в этом году в том числе вход на каток абсолютно бесплатный. Под вечер на льду театрального катка развернулось театрализованное представление. Профессиональный кульбит исполнили двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Я хочу поздравить всех с открытием зимнего сезона, с открытием такой прекрасной площадки. Все украшено, все для катания, все для людей. Поэтому только восторг и хочу всех пригласить на лед. Мне тоже очень понравилось, очень атмосферно и качество льда здесь очень хорошее. Так что всех приглашаем, покатайтесь. Следом гостей порадовали артисты ледового шоу «Щелкунчик». С долгожданным открытием театрального катка химчан поздравили лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Я вас поздравляю с началом такого замечательного сезона. Действительно, уже пятый год подряд самый большой каток, мне кажется, под Москвой открывается именно здесь. Свои традиции уже, свои любители. И каждый год этот каток становится все интереснее и интереснее. В перерывах между выступлениями гостей развлекал актер и телеведущий Михаил Башкатов. А в финале праздничной программы выступили музыкальная группа «Кубэнд», официальный женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская. Посмотреть на шоу пришли сотни химчан. Я очень сильно ждала открытия в зону. Очень нравится приходить на этот каток, все время здесь весело. Диджей все время играет, музыки, мелодии. Вот деткам весело. Великолепно. Очень красиво, ярко, очень нравится. Напомним, что лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет работать и при температуре выше нуля. Режим работы с понедельника по четверг с 10 утра до 21.30, с пятницы по воскресенье с 10.00 до половины 12 вечера. Один сеанс длительностью полтора часа рассчитан на 150 человек. Вход свободный, необходимо предварительно записаться на сеанс. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.